Районы для творческих людей И мы хотели бы воспользоваться этой возможностью сегодня и обсудить с вами возможное будущее Москвы в контексте очень интересного проекта Art Quartal. И я хочу представить вам команду, которую мы будем представлять сегодня, и вы можете воспользоваться шансом побеседовать с ними сегодня. Если позволите, я вкратце представлюсь. Меня зовут Оливер Шульц. Я партнер Шульца плюс Герасов в Копенгагене. Также являюсь членом CityMaker. Это организация, которая находится в Москве, которая заинтересована в развитии новых территорий для жизни. Слева от меня Даниэл Дендра. Даниэл из Берлина. Он архитектор и основатель Future City Lab организации. И Даниэл уже подготовил первое видение для Art Quartal, которое было представлено в Биеннале в прошлом году. Федерико Палотто. Эксперт по транспорту из Милана. Федерик является экспертом по транспортным системам и как раз во взаимодействии с человеческой экологией он является экспертом не только в дорогах, но как городская среда работает совместно и как качественная жизнь влияет на транспортный систем и наоборот. Роберт Айсвольд. Слева. Из Копенгагена. Извините, извините. Из Берлина. Из Берлина. Роберт из Берлина. Он является представительным экспертом креативной индустрии и он помогал нам понять, что же такое креативные типы, что такое креативные индустрии и каковы нужды, и что это обозначает в контексте будущих индустрий и будущих городов и производств. Сергей Десятов. Сергей будет говорить вам буквально через минуту, представляя данный семинар. Сергей из организации, которая называется ArtPlay. И он является одним из членов творческих объединений, творческих территорий. И через секунду он представится. Справа, из Великобритании, Мартин Стокли. Мартин Стокли является инженером. Мартин являлся очень важной частью команды и представлял консультации по всем вопросам инжиниринга, начиная с транспорта, гражданского инжиниринга и инжиниринга городской среды. И Мартин, человек, который сделал возможный и внес огромный вклад в видение того, как город будущего может развиваться в новых направлениях с точки зрения поведенческих, социологических и других направлений деятельности. Таким образом, он опять же на стыке качества жизни и физической инфраструктуры города. Это команда специалистов, которые находятся здесь. Вы услышите много от них. Я прекращу говорить. Вернусь к вам. А сейчас я хочу передать слово Сергею, чтобы он быстро представился и рассказал более детально о проекте. Доброе утро. Меня зовут Сергей Десятов. Собственно, работа, которая была проделана командой совместной иностранных, и экспертов, и, собственно, нас, представителей в этом семинаре России. Это я представил Artplay, и вот Софья Троценко, которая сейчас не находится за этим столом почему-то, представляла винзавод. Это был уникальный опыт, я считаю, работы, результаты которой мы сейчас вам представим, потому что для нас, людей, которые работают в России, было принципиально важен тесный контакт с иностранными коллегами, которые, не знаю как, для других участников, для меня раскрыли несколько более широкий взгляд на проблему, потому что то, что мы делаем в Москве, ну, сталкиваясь с огромным количеством всяких технических, бюрократических и прочих проблем, вот иногда начинаешь терять какой-то вот широкий взгляд на проблему. Я думаю, что работая над таким крупным проектом, как Art Quartal, очень здорово, что мы получили вот это экспертное мнение, и сейчас Оливер, я думаю, представит вам результаты того, что у нас получилось. Спасибо. Спасибо, Сергей. И мы хотели бы сейчас перейти к сути презентации. Мы приветствуем всех вас задавать вопросы, потому что эксперты присутствуют здесь, и мы рассматриваем эту возможность как возможность диалога, а мы будем управлять им. Итак, давайте начнем. Вчера мы научились тому, что Москва имеет определенные проблемы, Москва растет. Мы также сказали, говорили о том факте, что многие люди приезжают в Москву, и это является причиной определенных трудностей, но это также является признаком того, что многие другие люди хотят приехать в Москву, и с нашей точки зрения мы рассматриваем это как возможность. Мы думаем, что это является хорошей причиной того, что Москва является привлекательным фактором, по целому ряду причин рабочих, наличие рабочих мест, развлечений. Москва является привлекательным местом, это является первой причиной. Также мы много узнали о новых проектах, которые происходят в рамках расширения новых территорий. Москва растет как город, и мы верим в то, что Москва находится сейчас в очень критические времена, она переживает. И мы считаем, что это прекрасные времена, когда мы должны задавать фундаментальные вопросы о жизни в Москве, о том, как мы здесь живем, как мы здесь работаем, и как мы путешествуем по городу. И с нашей точки зрения, карта, которая была нарисована Даниэлом на экране, демонстрирует вам район Арт-Квартал на реке Яуза. И мы думаем, что даже в рамках территории Москвы еще существуют возможности переконфигуровать наш город и создать новые места для инновационной жизни. И мы считаем, что существует большое количество возможностей в застроенных территориях Москвы и позволить нам изменить наши пути, развивать новые пути жизни в этом городе. И мы должны задать ключевые вопросы сегодня. Мы верим в то, что эта территория содержит один из ключевых факторов к пониманию того, каковой будет жизнь в будущем. И одна из вещей, что объединяет всех вокруг этого стола и всех в рамках проекта и проектной организации, это то, что мы верим в то, что жизнь в Москве должна быть больше, чем просто выживание. Она должна быть больше, чем просто проживание своей жизни и переношение всех трудностей этой жизни. Мы думаем, что жизнь в будущем должна также касаться и развлекательной стороны. Мы должны наслаждаться городом, мы должны потреблять город, мы должны иметь возможность, чтобы город представлял нам наилучшее, что он может нам представить. И мы думаем, что арт-квартал является фантастической возможностью, фантастической конвой, посредством которой мы сможем переписать эту картину. И это то, что мы хотим сделать. Я просто кликаю на своем айподе, я пытаюсь поменять эти изображения на экране и для вас. Итак, самое важное, о чем я хотел бы поговорить. Знаете ли, история последнего века подходила к планированию города не как к возможности, а как к проблеме. И то, каким образом это делалось в обществе, они были прежде всего поглощены инжинирингом, наукой, они рассматривали планирование года как некую проблему, в которой мы можем участвовать, которую разбивали нам много маленьких подпроблем, и затем мы решали эти подпроблемы, собирали их как большой пазл и получали ответ. И то, чему мы научились на протяжении последнего поколения, это то, что это всегда генерировало интегрированное видение будущего. И мы думаем, что город, прежде всего, это гораздо больше, чем научное видение. И мы думаем, что возможности арт-квартала должны предоставить новую среду, которая будет стимулировать на многих уровнях. Когда мы сейчас говорим о проблемах креативной индустрии, творческой индустрии, город для всех, соединенный город, мы делаем все это в контексте понимания, что это все взаимозависимые факторы, и взаимоотношения между этими аспектами города, они сложны, и мы можем нести свой вклад, но и донести новую ценность, как все это может работать вместе, и это заставляет эти инструменты создавать оркестрированную музыку. Это будет не просто выживание, но и наслаждение. И все эти факторы будут сливаться в единое целое, для того, чтобы создать великолепные места, где мы можем жить жизнь будущего. Итак, сегодня мы предлагаем, что некоторые одни из важных аспектов создания арт-квартала будущего естественно взаимосвязаны, к примеру, с творческим городом. И мы немножечко послушаем Роберта, что же обозначает творческий город, потому что город хочет, чтобы креативные и творческие индустрии работали там. И давайте посмотрим на то, как реструктуризационные процессы осуществляются, и индустрии знания и познания также важны. И обладаем ли мы способностями продемонстрировать и выразить эти индустрии? Мы хотим также поговорить о городе для всех. Мы видим творческий сектор, как некую динамо-машину для развития всего города, потому что мы хотим создавать лучшие районы в Москве. И мы видим творческий сектор, как один из носителей, который может стимулировать регенерирование города для его перестроения. И третий из этих трех городов мы называем Соединенный Город. Мы верим в то, что есть необходимость пересмотреть в Москве то, каким образом мы передвигаемся из дома на работу. И это обозначает не просто физический транспорт, это обозначает также соединение на многих уровнях. И у нас есть эксперты в цифровых аспектах жизни, и мы услышим также много от Дэниела о цифровых платформах для арт-квартала и от Федерико о новом концепции мобильности. Таким образом, мы переходим от транспорта, мы переходим к мобильности, качеству жизни. На этом я хотел бы предложить начать с трех небольших презентаций. Эксперты приехали в Москву для того, чтобы предложить вам эти новые темы. И поэтому Роберт Эйкскоуд говорил с нами и будет говорить о творческом городе. Благодарю вас за то, что пригласили меня. Сегодня я хочу поговорить о Берлине, потому что сейчас все говорят о Берлине. Все хотят ехать в Берлин. И мы действительно принесли серьезный вклад от людей, которые приезжали со всех стран мира в наш город. В Берлине мы поддерживаем креативные творческие территории, и прежде всего, это борьба в мировой конкуренции. Если посмотрим на историю Берлина, в этом году мы празднуем 775-летие нашего города, с его основания. И когда мы оглядываемся в прошлое, нам необходимо смотреть на город, каким образом город создавался и перестраивался, каким образом он был заново объединен примерно 20 лет назад. И что мы обнаружили? То, что в городе у нас было очень много свободного пространства и низких цен. И также позитивная сторона заключалась в том, что у нас была очень хорошая транспортная система. Мы помним класс Воверайт в 2003 году. Он сказал, что этот город беден, но сексуален. И это было в 2003 году сказано. А мы движемся вперед. Но даже сегодня, вы можете читать в газетах, в Берлине мы говорим о креативности больше и меньше о деньгах. Это заголовок я прочитал в газете буквально несколько дней назад. Я думаю, что культурная и креативная индустрия является диверсификатором для надежного роста. И Ричард Флорида говорил об этом. Не только привлекать креативный класс в города необходимо, но также транслировать это в новые преимущества для креативной экономики, которая будет выливаться в новых идеях, новых хай-тек бизнесах и постоянном росте. Поэтому мы говорим о новом творческом классе. Некоторые называют это войной за творчество, войной за креативность. В Берлине мы работаем над этим, мы координируем актеров и деятельности о междисциплинарных совместных действиях. Мы пытаемся профессионализировать все эти направления деятельности, которые происходят в Берлине, и мы развиваем городские дистрикты совместно с творческой индустрией, и креативной индустрией. Используя креативную индустрию для улучшения привлекательности города является очень важным для нас фактором. Если у вас имеется некая основа, качественная основа в городе, люди будут приезжать в ваш город, потому что есть некий стиль жизни, который людям нравится. Прежде всего, мы начали в Берлине кластеризировать все эти районы. Мы взяли все, что мы обнаружили в городе, и собрали, и разбили это на целый ряд кластеров, для того, чтобы понять, прежде всего, из чего состоят эти кластеры. Затем имелся целый ряд институтов, который был создан Сенатом вместе с творческими людьми для того, чтобы найти новые идеи этих новых групп. К примеру, я работаю... Create Berlin — это междисциплинарная сеть, которая работает совместно с творческими людьми, творческими людьми, небольшие иллюстраторы и большие агентства. Они работают все вместе. Идея заключается в том, чтобы создать междисциплинарную команду. Там работают и фотографы, и иллюстраторы, и модные дизайнеры, и дизайнеры по интерьеру. Они объединяют свои творческие способности для того, чтобы улучшить жизнь в Берлине. Когда у вас имеется эта основа, и когда создается этот новый креативный класс, и все они хотят приехать в Берлин, потому что там достаточно недорого жить, даже если ты там не работаешь, даже сейчас имеются возможности там жить. Мы работаем вместе с Сенатом и другими институтами по этому вопросу. Например, инвестиционные гранты, которые поддерживают инвестиции в коммерческие секторы. Мы фокусируемся на инвестиционных проектах, в компетенцию областей деятельности, ориентированных на будущее Берлина. И мы говорим о наставничестве и образовании. Таким образом, частно субсидировано наставничество, также спонсорство проектов, художников, также является очень важным для нас фактором для того, чтобы создавать основу для развития этого сектора. Изобретение локальных и многонаправленных фестивалей. Сейчас у нас проводится целый ряд фестивалей. Мы их называем неделя моды, неделя музыки, неделя искусства. И мы имеем различных участников, которые выступают под одной крышей, для того, чтобы люди могли коммуницировать международно, для того, чтобы они могли привлекать новых людей в город. Презентация на межрегиональных и международных рынках. Я думаю, это очень важно привлекать творческие классы и в другие города, и на другие выставки, для того, чтобы демонстрировать то, что они делают, для того, чтобы создавать новые бизнесы. Потому что это, прежде всего, касается бизнеса. И поэтому люди, и даже молодые дизайнеры, в основном молодые дизайнеры, у них не всегда имеются возможности участвовать в международных выставках. Таким образом, мы привлекаем их. Мы берем 10, 12, 14 дизайнеров и едем на другие выставки. В Китай, в Америку, в Англию, в другие города. И также мы привлекаем ресурсы для культурного развития. Например, вы слышали о Beta House или другие ко-working пространства, где люди могут работать на совместном пространстве. Потому что пространство сейчас очень дорогое. Ты можешь занимать один стол, ты можешь делиться своим принтером и так далее. И, естественно, нам необходим венчурный капитал для креативной индустрии. И возникает большое количество идей. Но эти идеи нуждаются в деньгах для собственного развития. И я думаю, в Москве это также будет великолепно, если будут иметься программы для того, чтобы привлекать деньги для творческого класса и для его дальнейшего развития. И для развития их идей. И затем распределение информации. Я считаю... Дэниел, кстати, будет говорить о цифровом слой города. Таким образом, было бы интересно услышать и найти пути, которые позволят людям получать информацию и делиться этой информацией. И в Берлине есть проект Zunkoft. Это федеральный проект. Он очень активен. И люди делятся идеями между кластерами, которых я говорил ранее. И, собирая это все вместе, вы можете запланировать творчество, но вы не можете создать идеальные условия для привлечения региональных, национальных и, также, что очень важно, международных представителей творческого класса для того, чтобы создать творческую индустрию с долгосрочным надежным развитием. Спасибо большое за ваше внимание. Большое спасибо, Роберт. У нас будет возможность после трех презентаций более подробно обсудить связи между креативными индустриями, частным капиталом и частными рынками, как они могут оказать поддержку развитию будущей экономики, экономики в будущем. А сейчас посмотрим город для всех, и я попрошу Мартина выступить с презентацией. Благодарю вас. Доброе утро. Я хотел бы начать с того, о чем говорил Роберт в своей презентации. Мы не считаем, что есть люди креативные, люди некреативные. Люди всегда креативные. Есть, конечно, спортсмены, есть не спортсмены, но, безусловно, некоторые люди проявляют повышенный интерес к той или иной области, и поэтому они поддерживают тесные связи с людьми, занимающимися креативными идеями, креативными планами. То есть мы не говорим не о разделении слоев нашего класса творческих людей. Нет, пусть они идут вперед. Нам же нужно, со своей стороны, воспользоваться их потенциалом, творческим потенциалом. Именно на этом и базируются наши экономики. Экономики не базируются на так называемой сфере услуг. Она базируется все-таки на реальных секторах. Вот о чем меня попросили вам доложить в этой презентации. И я думаю, что вы тоже затронете в своих выступлениях. Итак, «Город для всех». За последние 25 лет, примерно, особенно в Великобритании, мы в самом начале стали заниматься вопросами регенерации. И центральное правительство финансировало определенные проекты, которые в политическом плане выглядели солидно. Это здравоохранение, школьное образование и так далее. Но мы, фактически, мы закрывали тогда местные медицинские центры. На местах оставляли только крупные медицинские центры. Но они, конечно, находились не там, где жили большинство людей. Кроме того, мы закрывали некоторые малые школы или малокомплектные школы и строили большие школы в районах, где сосредоточено основное население. То есть, другими словами, нас стали обвинять в том, что мы стали строить все эти объекты не там, где живут люди. И людям приходилось добираться до них с помощью транспорта, на транспорте. Все эти моменты, все эти объекты должны находиться именно там, где проживают люди, а не вдалеке от них. Вот что мы делали последние несколько месяцев, точнее, несколько недель, как группа экспертов. Мы рассматривали эти три основных области, которые Горы для всех должен обеспечить вам. Это довольно простые и ясные для всех вещи. Во-первых, кровь, образование, здравоохранение и так далее. Человек хочет жить удобно, человек должен вести здоровый образ жизни, и человек хочет получить образование. Еще есть один момент. Это то, что мы можем назвать формой выживания. То есть, я говорю о креативном секторе. Это всевозможные мастерские, производственные объекты и так далее, где мы используем свой творческий потенциал для развития экономики, а также для развития социальной сферы. И в-третьих, и Фредерик будет об этом говорить, это так называемые контакты. То есть, мы хотим поддерживать физические контакты с представителями нашего класса. То есть, нам требуется определенная районная форма правления или правительства. Речь не идет о том, что нам будут диктовать наши условия жизни, а наоборот, создавать условия, благоприятные условия, для того, чтобы наша жизнь и мы сами процветали в нашем небольшом коллективе районного масштаба, что ли. Это несколько иное, в отличие от того, о чем мы говорили вчера. Потому что, если посмотреть на физическую аспект, то есть, здания, улицы, места общего пользования, когда частный сектор строит новые здания, он проводит экспертизу, оценку этих зданий, определяет стоимостную оценку этих зданий, это все находится над землей. То есть, с первого, с первого, или, точнее, с первого по-английски, с второго по-русски этажа и выше. И, наверное, самые, конечно, ценные этажи, это этажи, находящиеся на самом верху здания. Но жизнь живет, люди часто живут и на первом этаже, и даже в цокольных помещениях или в подвалах. То есть, и здесь тоже можно развивать определенную деятельность. Здесь возникает такая дилемма. Вы, выступая в качестве девелопера, готовите рентабельный проект с точки зрения стоимостного выражения. Но это будет неудобно для людей, которые будут жить в этих домах, потому что вы будете ограничивать возможности их существования. Вот чем мы как раз занимались, изучение именно этих вопросов. То есть, мы говорили о так называемом культурном градостроительстве. Мы не говорили об изящных искусствах. Нет, мы говорим о жизни общественности, о жизни населения. Люди живут на улицах, люди живут на первых этажах, и мы должны были это объединить с стоимостной оценкой выше первого этажа вместе с социальными и иными человеческими или гуманитарными аспектами. Мы вернемся к этим вопросам несколько позднее. Я хотел бы дать вам буквально два коротеньких примера, как эти проблемы решаются населением Великобритании. Давайте посмотрим на большой вот такой пример. Это Манчестер. Это рядом с центром Манчестера, то есть с исторической частью, старым городом Манчестера. Это своего рода промышленная зона, и здесь был создан муниципальный комплекс со всеми местными, так сказать, условиями и видами обслуживания. Здания там находились в очень плохом состоянии. Пришлось привлекать частных девелоперов, местные органы власти и также центральное правительство. Было создано так называемое партнерство для развития этой территории. Вот это основные моменты данной площади, данного пространства. Мы подготовили производственный план для людей, которые там будут жить и так далее. Они принимали участие в разработке этого плана, потому что это фактически стало их планом, а не только нашим планом. И здесь масса мест общего пользования. Средняя плотность заселения и масса площадей общего пользования. Далее застройка продолжалась в форме вот создания этого парка рядом с жилым комплексом. И здесь можно развлекаться, можно отдыхать и так далее, можно наслаждаться отдыхом. Новый медицинский центр, причем не очень далеко от этого центра. В Берлине это называется сексуальным, если можно сказать, сексистскому выглядящим центром. У нас, пожалуй, тоже его можно так назвать. А вот здесь места общего пользования, где люди собираются для того, чтобы устроить для себя какие-то развлечения, что-то отметить и так далее. Кроме того, была создана новая школа. Вернее, она еще только строится, был создан план строительства этой школы. То есть на всех этих площадях мы находили какие-то объекты, которые можно построить. И я сказал, что это небольшой пример, но это именно то, о чем мы думали, когда мы стали говорить о создании так называемого создания арт-квартала. И мы нашли массу площадей. Мы были потрясены, какое количество площадей свободных мы можем использовать с пользой рядом с жилыми комплексами. То есть это потенциально очень полезные площади. И эти площади никак не могли... Мы никак не могли освоить потенциал этих ранее площадей. А сейчас мы показываем населению, что можно сделать, какой огромный потенциал таится в этих площадях. Вот пример такой небольшой. Это в Хэкне, на востоке Лондона. Тип тех же площадей, что были раньше. То есть освоением этой зоны стали заниматься само население. Мы привлекли креативных людей из других слоев общества. Мы не говорим о том, что это были огромные капитовые вложения, огромный, конечно, человеческий вклад, огромный человеческий вклад, энерговклад и так далее. Но эта точка была построена и превратилась в процветающую часть этого города. То есть мы пытаемся создать такой район, в котором люди будут не просто выживать, а люди будут жить в удобных, гуманитарных, гуманных для себя условиях. То есть целый комплекс моментов, которые мы должны учитывать при такой застройке. Спасибо, Мартин. Хорошо. Еще раз большое спасибо, Мартин. Мы это более подробно обсудим, эти моменты позднее. А сейчас мы переходим к третьей или четвертой презентации. Фредерико из Милана. Во-первых, спасибо за приглашение, которое было мне передано. Вопрос мобильности населения в городах. Это очень важный момент. Он имеет особо большое значение для москвичей. Вы знаете транспортную ситуацию в городе. Да, безусловно, ее нужно и можно улучшать. То есть, если вы едете из аэропорта в центр города, вы видите, что город в данный момент находится в таком положении, когда машина становится основным средством передвижения. Это напоминает мне Милан. То есть, другими словами, нам приходится разрезать город на различные куски, на различные сегменты, для того, чтобы обеспечить автомобильные дороги в городе для движения автомобилей. Я полагаю, что в нашем проекте «Арт-квартел» мы подходим к решению этих вопросов с нескольких иных позиций. То есть, мы должны посмотреть, каким образом мы будем приезжать, каким образом мы можем принести новые идеи в градостроительство Москвы. И это может стать примером для градостроительства в других странах мира. Я думаю, что транспорт, безусловно, меняет взаимоотношения между людьми, позволяя открывать новые возможности. И я думаю, что наш «Арт-квартал» может стать примером того, как это все будет происходить. Появляются новые поколения людей. То есть, новые поколения людей перестают считать автомобиль основным средством передвижения. творческие люди считают, больше обращают внимание на то, как им с пользой применять такие вещи, как айпады, как айфоны и так далее, и тому подобное. То есть, это примерно то же самое, что для нас был компьютер в свое время, когда мы были совсем молодыми. Другими словами, создается новая украинстическая среда, новые возможности. наша тема как творческая среда это те зоны, в которых люди и работают, и живут, где им не нужно особенно много переезжать с места на мета. И мы считаем, что в таких условиях нам не потребуется дополнительная инфраструктура, строительство дополнительных дорог и так далее. То есть, мы будем просто улучшать уже, что есть, перераспределять потоки движения транспорта вместо того, чтобы строить новые транспортные артерии. Вот с помощью нашего проекта. Мы считаем, что наш проект позволит перераспределить, перепрофилировать, что ли, если можно так сказать, транспортные артерии. Что-то не работает тут, похоже, со слайдами. А нет, все нормально. Итак, это за последние 40 лет город в целом рассматривался с трех различных подходов. Во-первых, это транспортные артерии, то есть, движение людей. С другой стороны, ландшафт и парки. И третье, строительство домов или зданий. Такого рода концепция создала новое урбанистическое качество, которое мы можем наблюдать сейчас в современном городе. Мы считаем, что нужно поменять эту концепцию. Мы должны подходить теперь с интегрированных, с комплексных позиций строительства города, градостроительства. То есть, эта область имеет определенный интерес. Здесь протекает канал на восток, и он создает свое родо препятствие, барьер на пути транспортных артерий. Но, с другой стороны, он обеспечивает защиту людям от активного автомобильного движения. И мы должны воспользоваться такого рода потенциалом. И здесь мы с вами в этом смысле согласны. мы должны добавить сюда еще дополнительный фактор мобильности в рамках этого района. И эту мобильность можно обеспечить с помощью цифровой платформы. Это можно будет применять в России, потому что в России имеется современное молодое поколение, которое пользуется цифровой техникой, причем очень грамотно, очень квалифицированно. Давайте воспользуемся этим. И когда вы будете пользоваться общественным транспортом, вы таким образом можете повысить свой фактор мобильности и так далее, перемещаясь между различными объектами города. Вот чем занимается наш арт-квартал. Это очень важный момент. Мы сейчас не говорим о строительстве улиц, о новых дорогах и так далее. Мы говорим о имеющейся системе дорог и перераспределении этих пространств, этих площадей. Москва иногда действительно представляется слишком большим городом. Но давайте посмотрим на эти дороги и поменяем их. Давайте добавим новый момент, новый фактор мобильности в городе. Допустим, добавим велосипед. В Москве практически нет велосипедов, а это будет иметь очень большое значение в рамках нашего проекта. Это сделать очень легко, немедленно можно это сделать, быстро добиться результатов, потому что построить это дополнительный ярус мобильности с помощью велосипедов не составляет особого труда. И таким образом мы перераспределяем имеющиеся площади транспортных артерий. Я дам вам еще один пример. мобильности слайд покажите. У нас есть видеоролик, можно его посмотреть? это вот наш проект, который мы сейчас реализуем в Милане. Мы планируем его завершить где-то в феврале. Мне нравится проект, потому что он позволяет дать нам методику, которая может применяться и в Москве. У Милана очень много общего с Москвой в плане транспортных систем и так далее. Вот посмотрите эти пространства. Вы не можете пересечь эту площадь, приходится тукаться в подземный переход и проходить под ней внизу. Эта площадь выглядела совсем иначе в 50-е годы, когда она была полностью закрыта. Вот геометрия транспортной сети или дорожной сети в конце 60-х этой же площади. То есть идея заключается в том, чтобы посмотреть, проанализировать эту среду, где господствующие позиции занимает автомобильный транспорт. И если вы посмотрите на эти снимки, вы увидите, что эти площади, это пространство не рассчитано на людей. То есть мы можем повысить мобильность населения, не лишая его транспортных средств, но в то же время предоставляем дополнительные условия для свободного передвижения. То есть таким образом может реконфигурировать дорожную сеть, то есть объединив таким образом или соединив различные районы города, которые сейчас не имеют связи друг с другом. Это требует, не требует особых капиталов вложения, потому что речь идет о реконфигурации транспортной сети без строительства новых дорог. Но таким образом мы создаем более четкое площадь с более плотными связями друг с другом, и вам будет очень легко пересекать эти площади, пользуясь транспортными артериями. Мы считаем, что движение пешеходов имеет очень большое значение для нашего города. Это своего рода моделирование, макромоделирование, то есть мы фактически смотрим тот же поток движения транспорта и просто его несколько реаранжируем. То есть в этой площади мы создаем безусловные связи, мы создаем участки для движения пешеходов и транспорта. То есть речь идет о реконфигурации этого площада, площади с тем, чтобы можно было использовать его в целях мобильности населения. И люди только выигрывают от этого и живут в более благоприятных и комфортных для себя условиях. Спасибо. Большое спасибо Фредерико. Позднее мы с Фредерико еще обсудим, каким образом новые идеи относительно повышения фактора мобильности и что в этом плане нам может дать градостроительство и изменение совершенствования инфраструктуры. Следующая презентация Дания, Даниэля. Давайте сейчас посмотрим цифровую платформу, цифровые аспекты этого фактора. Денра. Меня зовут Денра. И я еще один архитектор. Это название моей компании. Я всего лишь еще один. Говоря об этом, я говорю о том, что 2% планирования делается планировщиками и архитекторами. Поэтому если мы говорим о создании нового творческого дистрикта, мы говорим о чем-то, что делается без участия нашей профессии планировщиков и дизайнеров. Поэтому если мы хотим к этому подойти серьезно, мы должны подумать о новых радикальных подходах к планированию. Я не просто архитектор, но я также являюсь цифровым жителем, потому что я вырос цифровыми технологиями, как большинство творческих людей в Берлине и по всему миру на сегодняшний день. И что такое обозначает быть креативным жителем, потому что я привык к использованию многих девайсов, которые направлены на исполнение какой-то определенной функции. Например, без часов, человек без часов обычно это как раз человек, который является жителем цифровой страны. И я верю в то, что наше общество меняется драматическим образом на протяжении последних десяти лет. мы носим вещи, подобные кинглу, которые могут держать полторы тысячи книг одновременно на носителе в наших руках или в наших карманах. Поэтому мы должны заново пересмотреть, что же означают для нас библиотеки или книги. И это проект, которому уже десять лет, который полностью убил несколько индустрий. Википедия, например. 10 тысяч наилучших статей в Википедии, а в Википедии сейчас уже 3 миллиона статей. Если мы говорим о создании правительств, новых правительств, мы должны осознать, что цифровые технологии изменили целый ряд правительственных структур, которые нам известны, структуры управления. Поэтому мы должны думать о новых подходах. И если мы зададим себе вопрос о том, каков же является наибольшим трендом для будущего города, потому что мы говорим о будущем Москвы, я думаю, что большинство людей на подобных форумах будут говорить о том факте, что 9 миллиардов человек к 50-му году и 75% людей будут жить в городах, таких как Москва и в других подобных городах. Но мы не должны забывать о другом факте. Если мы посмотрим на цифровое население, уже в 2020 году 75% нашего населения будет обладать доступом к интернету и будет пользоваться интернетом. Таким образом, сегодня мы видим полтора миллиарда человек, которые пользуются интернетом. И менее чем через 10 лет их уже будет 5 миллиардов. Это огромный рынок, который лежит перед нами. Это самый быстро растущий в мире рынок. Если мы будем говорить о креативном районе, мы также должны подумать о том, что цифровые технологии, технологические компании, креативные компании должны рассматривать это как важный рынок, к которому они могут подходить из России и из Москвы. Если мы говорим о России, многие люди думают о нефти, но есть определенное утверждение от Макробайлом, что данные это новая нефть. Это новая ценность, которой мы обладаем. И человечество производит 5 эксабайт данных. С самого начала, когда мы начали вырубать на камнях наши предки неандертальцы до 2003 года, было создано столько, но сейчас мы создаем такой же объем информации каждый день. Для этого раньше требовались поколения, поэтому мы обладаем огромными объемами данных, которые мы можем использовать, использовать для городского дизайна, для создания таких районов. И если мы говорим о творческом городе, лучшем городе, мы должны не забывать об одном факте, что мы можем улучшать только то, что мы можем измерять. Если мы не можем чего-то измерить, то мы фактически не можем это улучшить, иначе мы просто будем двигаться по пути проб ошибок. Работает, не работает, но мы никогда не будем у нас имеются инструменты и данные, которые мы фактически можем измерять, измерять наши города, улучшать и измерять эти улучшения. Это является ключевым фактором для творческого квартала или арт-квартала. Это вы видите карту Берлина, но это не просто традиционная карта Берлина. Это вот карта города людей, как мы ее называем. Это карта, которая была нарисована точками или фотографиями, которые люди делали в городе. То есть это используется фликер и панорамика, то есть где люди делали фотографии в городе. И самое прекрасное, как только вы собираете эти данные и как только эти данные станутся доступными нам, мы получаем карту в режиме реального времени. И мы можем рассматривать различные аспекты. Если вы посмотрите на красные точки, это использование или, иными словами, это люди, которые являются туристами, и то, каким образом они пользуются городом. Мы можем сказать не просто как они пользуются, мы можем также сказать чем они пользуются. И вся эта информация доступна нам сегодня. Если посмотрите на Нью-Йорк, как туристы используют Нью-Йорк, и также водные пути являются одной из важных функций города Нью-Йорк. Мы находимся в третьей революции интернета, когда мы начали соединять различные девайсы к интернету. Сначала мы стали социальными, а теперь мы начали соединять все функциональные девайсы вокруг нас с людьми. То есть мы соединяем наши города с интернетом. Это проект, который называется Botanicals. Это развлекательный проект, это получение твитов от вашего растения, когда он хочет, чтобы его полили. Это может быть шутка, может быть это на развлекательном уровне, но есть и много других более интересных мест, например, Tower Bridge, мост Tower Bridge также отправляет твиты. Когда он открывается, когда он закрывается, но если, например, Мартинес едет навстречу, которая с другой стороны Темзы, и он посмотрит на Твиттер, и получает твит от моста, он говорит, знаешь-ка, дорогой, тебе нужно поехать другим путем, потому что я сейчас разведен. Поэтому, когда мы получаем соединение между вещами и собой, мы видим абсолютно новые горизонты и перспективы. И это может быть частью этого арт-квартала, нового дистрикта, разрабатывать новые инструменты и новые стратегии для себя. Таким образом, мы обладаем властью обрабатывать эти данные. Это вот данные 1992 года. Интернет, когда он был только запущен, это был суперкомпьютер, которому имел доступ только президент США. 1.2 гигафлопс. В 2012 году 1.2 гигафлопса вот на этом девайсе. Мы все имеем доступ к таким же вычислительным возможностям, которым имел доступ президент Америки 20 лет назад. И если я буду говорить с вами об обработке данных, не просто о компьютерах, которые обрабатывают какие-то модели, но я также хочу поговорить об использовании человеческого капитала, людей для решения общих проблем, использования их в процессе планирования. Это также очень интересный проект, называется Folded от MIT, Воссачусетского технологического института. Исследователи, которые пытались раскрыть структуру ДНК, у них была большая проблема, потому что суперкомпьютеры, которые они использовали, требовали очень много времени для того, чтобы развернуть эту структуру, но они осознали, что наш человеческий мост, он готов для работы с такими геометрическими структурами. И они создали проект, который называется Folded. Люди фактически играли в игру для того, чтобы раскрывать структуру ДНК. И там участвовали не только профессора и студенты, но, что было очень интересным, самые успешные анфолдеры, это была женщина из Манчестера, которая фактически делала это в свое свободное время, когда она работала бухгалтером в компании. И она была самым успешным человеком, который раскрывал структуру ДНК и внесла наибольший вклад в этот общественный проект. И все подобные проекты позволили мне открыть новый проект, называется OpenSIMSIM. Это использование краудсорсинга, краудфандинга в городе для использования его планировщиками. И мы также начали Future City Lab, который базил на этих идеях. Мы рассматривали город в различных уровнях, не только транспортный уровень, но и социальный уровень, но также и цифровые уровни, потому что там многие социальные взаимодействия происходят на этом уровне. Нам не нужно говорить, что давай-ка встречимся в кинотеатре или в церкви. Мы более динамичны, мы живем и встречаемся на основании тех инструментов, как Twitter, Facebook и других подобных. У вас это ВКонтакте. И то, что мы разработали, это был один из проектов для города Париж, проект Indicart. Мы посмотрели на то, каким образом мы можем использовать эти слои для того, чтобы измерять существующее социальное поведение людей и улучшать городской дизайн. Мы рассматривали городской дизайн не что-то за фиксирование, как некий мастер-план, который мы должны реализовать, но мы смотрели на то, что в какой-то момент времени можем измерять и говорить, была ли эта разработка правильной или нет. И движемся в правильном направлении или должны мы двигаться в другом направлении. В том же смысле арт-квартал может стать неким инкубатором для использования новых технологий и установки новых систем планирования и новых инструментов. Такой же проект, как мы можем измерять комфорт в окружающей среде с использованием подобных же инструментов. И есть очень много факторов в городах, которые мы можем использовать. Я не буду углубляться в детали, но мы уже имеем большое количество инструментов, которые уже доступны нам, и мы должны просто соединить их, и есть и много новых инструментов, которые будут созданы людьми в этом арт-квартале. К примеру, проект, который мы сделали для аэропорта и для парка Темпхоффа. Они рассматривают не просто физический уровень парка, дизайна парка, проекта парка, но также и на цифровые слои, соединение людей. Они предлагают также проект, структуру краудфандинга, где люди могут вносить свой вклад в город, давая деньги и принимая решения. Это новая форма управления, где люди обладают свободой, принимают решения, что делать, и они готовы за это также платить. В частности, для городов, как Берлин, который недостаточно богат, это модель, которая является очень интересной для подобных городов, потому что, если мы будем говорить о городах, большинство городов в мире, они практически банкроты. И это являлось частью этого проекта, поэтому каждый раз, когда мы разрабатывали городской проект, мы смотрели не только на физическую структуру, но мы разрабатывали инструменты наряду с ними. Это дополненная реальность, где вы фактически можете использовать социальный инструмент для поиска друзей, мест, потому что, например, парк, он там, он идеален, там не нужно чего-то делать дополнительно. Но вы можете проводить такие акупунктурные изменения, что-то построить, не обязательно что-то конкретное, но также какие-то инструменты, которые вы можете установить в этом парке. Это мой последний слайд, кстати. Я верю, что будущее нашего города нацелено на активных людей, на более социально активные слои, и это позволяет вам управлять вашим обществом и направить его в более долгосрочно развивающееся будущее. Спасибо за ваше внимание. Да, спасибо, Даниил, за эту информацию, и у нас будет шанс обсудить с Даниил, каким образом цифровые платформы могут занимать место, и я полагаю, сейчас существует технологическая основа, которая позволяет нам решать эволюционные проблемы развития урбанистической и городской среды. Люди могут быть интегрированы новыми путями, и мы только проходим начало этого пути, и мы сказали, что у нас есть домашняя страница, которая называется artquartal.org, и это место, где мы уже публикуем большое количество информации об этом проекте, и мы написали электронный адрес info от artquartal.org, и у нас много идей, которые мы не могли обсудить на форуме до сегодняшнего дня, и мы не верим в то, что мы должны сидеть в какой-то комнате и предлагать уже конечное решение вам. Нет, мы приглашаем вас, людей города Москвы и будущих пользователей дистрикта артquartal, район артquartal, чтобы вы сказали нам, что заставит вас приходить в этот артquartal в будущем, чтобы у нас был креативный творческий диалог об этом. Но я хотел бы вам порекомендовать, сейчас я попытаюсь подытожить, где же мы находимся сейчас в рамках этого проекта. Проект был представлен на Биеннале, на московском Биеннале, летом. Мы уже начали процесс разработки брифа, для креативного брифа, для мастер-плана, и команда формирует, и в течение следующего года я буду руководить проектом мастер-планирования, и сегодня мы разработали некий график, некую карту, карту десяти так называемых заповедей арт-квартала, и я хотел бы быстро вам их прочитать. Итак, карта арт-квартала это синтез всех различных презентаций, экспертиз, которые были собраны вокруг проекта до сегодняшнего дня, и мы верим в то, что мы верим в то, что должен быть для развития творческих бизнесов и повышения конкурентоспособностей за счет междисциплинарного воздействия и совместного использования ресурсов. Второе, мы верим, что арт-квартал это место для жизни, работы, процветания соседских сообществ, то место, где молодежь хочет жить, а не уезжать. Мы верим в то, что арт-квартал это место, где люди экспериментируют. Это для пионеров, которые хотят экспериментировать, внедрять инновации, где люди тестируют новые идеи, создают новые прототипы и модели развития. Арт-квартал это место, где поддерживается образование, креативное объединение, как в образовании, так и в профессиональной жизни. арт-квартал это место, где поддерживаются цифровые технологии, поддерживаются бизнес, общественные функции, искусство, возобновляемые технологии. Арт-квартал это то место, где цифровые технологии становятся фундаментальными для бизнеса и общественного пространства, искусства и коммуникаций. Арт-квартал это место, где локальный бизнес становится глобальным, где люди обладают возможностью трансформировать и улучшать свою жизнь. арт-квартал это место, где историческое наследие, культура и природа интегрируются в новое качество городской жизни. Арт-квартал это место, где общественная среда приглашает и дает возможность проводить уникальные события, фестивали и другие крупные мероприятия, то есть, чтобы все могли иметь арт-квартал у себя в уме, живут они там или нет, чтобы все о нем помнили. И что еще очень важно, мы верим, что арт-квартал это место, где очень много кинетической энергии, трансформируемой в динамическую среду. И также это место, которое позволяет вам достигать максимального уровня жизни с здоровым балансом между работой и жизнью. И сегодня это наш, наши 10 заповедей, это то, что мы пытаемся делать, это описывает то место, которое мы хотим создать, для которого мы хотим разработать мастер-план, и мы хотим обсуждать с вами, каким образом мы будем это делать. Я уверен, что у вас есть много вопросов, и я бы предложил в течение следующих нескольких минут, я буду направлять ваши вопросы экспертам, и я буду приветствовать мнение также из аудитории, чтобы у нас была активная и живая дискуссия. Таким образом, я хотел бы попросить вас, я приглашаю первый вопрос, и первый вопрос я направляю Роберту. Творческие люди это те люди, которым сложно вставать по утрам, и они слишком ленивы, чтобы получить реальную работу, или у них более важная роль в обществе. Посмотрите на меня, я здесь, я проснулся. Я думаю, да, они похожи, но знаете, водители автобусов и такси, и строительные рабочие, у них та же проблема, им сложно просыпаться утром. Я не думаю, что... Знаете, сложно говорить о творческом классе в общем, потому что мы говорим и об иллюстраторах, и мы говорим о больших агентствах, поэтому я думаю, нам необходимо иметь какую-то программу, в рамках которой мы можем говорить как отдельным людям, которые работают за столом дома, и мы также должны обращаться и к крупным агентствам, и к крупным компаниям. Я считаю, что творческий класс, и творческие люди, что бы это ни обозначало, они бы имели собственную картинку у себя в уме, и они сами определят основу собственной хорошей жизни, потому что, например, я был рожден в колонии. Колонь, это некрасивый, уродливый город, знаете, вот мы рассматриваем ее как такая, знаешь, это вот как вот эта уродливая собака, но ты ее все равно любишь, и ты признаешь, что столько вокруг много пространства и возможностей, и люди пытаются новые вещи реализовать на карте, и я привлекаюсь той идеей, что вот есть два пути использования энергии, осуществления бизнеса и проведения. Спасибо, Роберт. Спасибо. Я думаю, что вот два урока, которые я извлек из Берлина и из расследования Роберта, это то, что творческая индустрия и творческие люди в будущем будут являться фундаментальной частью экономики города. Есть города, где имеется большее количество креативных индустрий, чем других индустрий, и тренд является глобальным, и тренд заключается в том, что Москва также должна на него реагировать, поэтому взаимоотношения между творчеством и городской экономикой это взаимоотношение является важным. Также, что я извлек из перспектив Мартина, это то, что креативность это не то, что касается только людей, работающих в креативных профессиях. Креативная среда также является средой, где дети могут становиться, развиваться творчески, где все мы можем развиваться творчески, где мы можем жить самонаполненной жизнью, жизнью, наполненной творческими возможностями. То есть, это охватывает всех, а не просто людей творческих профессий. Мой следующий вопрос. Я хочу направить ему Мартину. Мы слышали много, на протяжении последних нескольких дней, о том, что Москва имеет проблемы с пробками, с забитым пространством. В городе, Мартин, как в многих других городах, в городах очень сложно сбалансировать бюджет для того, чтобы делать открытые инвестиции, общественные инвестиции. Должны ли мы инвестировать в открытые пространства своего города или это пустая трата денег? В Великобритании на протяжении последних десяти лет мы проводили много исследований в этой области и много этих исследований доступно в режиме онлайн. Но, подытоживая вышесказанное, я скажу, то, что мы обнаружили, это то, что инвестиции в открытое пространство не обозначает, что вы платите везде, но инвестиции, чтобы это пространство было более использовано с точки зрения, как Фредерико говорил, и поверхность, и материалы, которые вы используете. И это приводит к очень измеримым и серьезным изменениям. к примеру, цена на землю увеличивается на 5%. Да, это можно рассматривать как негативный фактор, если ты арендуешь, например, квартиру. Но локальное правительство может извлекать больше денег для себя из этих налогов, из этой ценности. Таким образом, есть прямая взаимосвязь в увеличении этой ценности для правительства. Также мы очень много говорили о местах, в которых мы любим жить. И я обнаружил, что люди были готовы платить больше, чтобы жить на более красивых улицах. Может быть, несколько фунтов стерлингов больше в год, и люди готовы платить эти несколько фунтов стерлингов в год, но это улучшает экономику вокруг них, и люди могут финансировать благодаря этому. И люди добровольно участвуют в этих процессах. и также обыкновенные люди в этом участвуют и не только богатые. И рост составляет примерно 40% оборота бизнес-структур благодаря совершенствованию благоустройства улиц. То есть, это все вполне поддающиеся измерению вещи, факторы, о чем мы говорим в наших документах. Но есть косвенные моменты. Повышается безопасность, причем довольно значительно, я имею в виду как физическая, так и техническая безопасность на улицах. Улучшается состояние здоровья людей, потому что люди работают иначе. И это, безусловно, обеспечивает экономический эффект для всего района. У нас имеется целая масса исследовательских материалов, позволяющих судить о том, что открытые пространства очень благотворно влияют на ментальное состояние здоровья человека. И последнее, это, наверное, самое главное, экономика, конечно, важна, но мы фактически изобрели экономику, а экономика изобретается с населением района. Когда мы вкладываем деньги в людей, население от этого только выигрывает, люди знают друг друга лучше, люди общаются друг с другом активнее, это дает благотворный эффект. Благодарю вас, Мартин. Я хотел бы отметить один момент в выступлении Мартина. даже в условиях города, которые вы вкладываете один рубль для общества, дает вам длительный эффект и обеспечивает вам многократный доход или эффект от этого вложения одного рубля. То есть, речь идет не о том, нужно вкладывать деньги или нет, нужно. Дело заключается в том, каким образом и во что вкладывать, потому что я знаю, что сейчас государства тратят миллиарды и миллиарды денежных единиц на инфраструктурные проекты. Но давайте посмотрим, как распределяются эти государственные средства, можно ли их распределять именно квалифицированным, грамотным образом с тем, чтобы получать не только экономический эффект, но и чтобы получать эффект гуманитарный, если можно так сказать, благотворный эффект для населения. Благодарю вас, Марти. Еще один вопрос, который я хотел бы задать Фредерике. Все, кто приезжает в Москве, поражается тому, сколько приходится ехать из аэропорта в центр города, если, допустим, вы едете такси. Если посчитать это математически, то, видимо, мы можем воспользоваться нашим арт-кварталом и будем создавать громадные высокоскоростные магистрали с тем, чтобы повысить скорость движения людей по Москве. Это будет правильная вещь или нет, Фредерико? Я хотел бы остановиться сейчас на масштабах города, а не говорить о масштабах нашего района. Что касается масштабов города, то Москва, безусловно, находится в сложном положении с точки зрения движения транспорта, частного транспорта. За последние 30 или 40 лет градостроительства мы получили доказательства того, что дополнительные вложения в городскую инфраструктуру не решает этих проблем. создание новой структуры просто повышает спрос на пользование этой инфраструктуры. В реальности мы получаем то, что как только мы добавляем новую крупную дорогу, спрос на которой уже есть, этот спрос возрастает, и его опять нужно удовлетворять. Огромные группы людей не будут пользоваться огромное количество людей не пользовались той дорогой, которая была раньше, но сейчас, когда появилась новая благоустроенная, они стали ездить по ней. А что касается более мелкого масштаба, масштаба района, я считаю, что нам не нужно построить новые дороги, и в данный момент, сегодня, дополнительные дороги, которые строятся, фактически ведут к повышению интенсивности движения, можно воспользоваться нынешней автодорожной сетью и перераспределить имеющиеся площади с тем, чтобы создать пространство для движения других автотранспортных средств. В Москве фактически невозможно ездить на велосипеде, но я убежден, что если мы посмотрим на ситуацию, которая имела место 50 лет тому назад, ситуации, выглядело совершенно иначе, 25 лет тому назад ситуация выглядела иначе, то есть нам нужно воспользоваться тем, как строятся города, градостроительными технологиями, и у нас имеется масса возможностей для того, чтобы построить новые артерии для альтернативных транспортных средств, поскольку мы занимаемся проблематикой креактивных слоев, использованием велосипедов, пешей прогулки и так далее, все это имеет для них большое значение. Мы пока еще не можем эту систему перестроить, перестроить, создать новую систему, но мы можем доложить, добавить, вернее, еще один слой, еще один ярус к нынешней автотранспортной системе или общественного транспорта, системе общественного транспорта в Москве. я имею ввиду велосипеды. Для введения или внедрения велосипедного движения не требуется больших капиталов вложений, требуется просто несколько иначе перепрофилировать что ли транспортные артерии. Благодарю вас, Фредерик, вы ответили на этот вопрос нет. Не надо сносить новые дома или здания, не надо строить новые автодороги, нужно просто их перепрофилировать, перераспределить с тем, чтобы население могло пользоваться комплексной системой транспорта. Благодарю вас. У нас есть выносной микрофон и, как я уже сказал, мы не собираемся сейчас разрабатывать генеральный план и представить его как конечный продукт. Мы хотели бы заслушать ваше мнение, ваше соображение. У нас имеется предложение, приглашение правительства Москвы. Правительство Москвы хочет услышать, что мы думаем относительно нового облика города, как этот город будет выглядеть в будущем, как это можно все увязать с нынешней градостроительной политикой, с нынешними градостроительными планами, как мы будем заниматься, как мы будем привлекать творческих слоев населения к разработке этих планов и реализации в конечном итоге. Именно сегодня. Итак, я хотел бы выслушать ваши вопросы. У нас есть перевод, синхронный перевод, вы можете задать вопросы на английском языке, можете на русском, как угодно. Мы с удовольствием выслушаем ваши вопросы и будем давать ответы на них. Благодарю вас. Слева. Кто-то там слева. Доброе утро. У меня два вопроса. Я очень плохо слышу его. Во-первых, арт-квартал требует довольно крупных капиталовложений, которые должны поступить безусловно из бюджета центрального правительства или местного правительства. Какие модели можно воспользоваться или применить в Москве для того, чтобы реализовать эту концепцию арт-квартала? Можно ли привлечь к этому частный капитал? Это первый вопрос. Участие населения мы сейчас работаем в условиях уже сложившегося города. Подумали ли вы о том, как можно привлечь население страны к строительству этого арт-квартала? То есть не отталкивать население от участия в строительстве этого нового квартала. Я имею в виду тот часть населения, которую мы называем цифровым населением. Мы, конечно, можем воспользоваться опытом высокоразвитых стран, но что касается населения России, то доступ населения России к интернету пока еще все-таки ограничен по сравнению с этими показателями высокоразвитых стран и так далее. То есть какие меры будем принимать, чтобы не отталкивать людей от участия в этом проекте? Благодарю вас. Благодарю вас за эти два очень хороших вопроса. Да, мы действительно конкретно размышляем об основании арт-квартала, и мы готовим соответствующее техническое задание для реализации этого плана и привлекаем для этого представителей творческого общества, международных слоев и так далее. То есть тех специалистов, которые имеют опыт работы в этой области. Сейчас мы провели соответствующее исследование, мы проверили приемлемость самых различных моделей, в том числе создания ГЧП, изыскивать пути доступа к источникам привлечения капитала, использование творческих индустрий и так далее. И вопрос о том, каким образом мы можем переключить движение средств государственных в частные. То есть мы сейчас изучаем международные модели, как эти вопросы решаются в других странах мира, и мы просим московское правительство изучить все возможности оптимальные варианты использования этих моделей для Москвы. У нас есть соответственно проектная группа, которая нас будет консультировать по этому вопросу. То есть мы приступили к начальному этапу, но мы никоим образом не пытались витать в облаках, придумывать какие-то неосуществимые планы. Нет, мы считаем, что это чисто экономический проект, который будет фактором экономического возрождения урбанистической среды. Давайте послушаем наших коллег на эту тему. А теперь второй вопрос. Каким образом мы можем подключить к этому проекту местное население? Я передам слово Даниэлю, он проделал большую проблему, большую работу, он связывался с самым различным представителем творческого населения, у меня нет смартфонов, у многих людей нет смартфонов, но те, кто имеет смартфоны, часто сталкиваются с тем, что у них разряжены батареи. Сейчас подумаю о том, как мы можем использовать цифровые платформы, как мы будем налаживать контакты с местным населением, например, возможности создания посольства, как мы можем создать посольство для этого, то есть, передвижное посольство, которое будет постоянно перемещаться из одной точки в другую, это будет своего рода центром связи для нашего проекта. И я думаю, что вам объяснят, как это будет работать на практике в вашем конкретном районе. Даниэль, пожалуйста, ваше выступление, как цифровую платформу можно привлечь для решения этой проблемы. Прошу прощения, что сижу к вам спиной, Россия это очень интересный случай в плане использования новых медийных систем. Многие из людей считают, что ваша страна намного отстала от других, но фактически это не так. 23% населения страны занимаются или являются участниками социальной, медийного пространства, то есть, это больше, чем в Соединенных Штатах. Допустим, доля Гугла в России 18%, в других странах мира 17-19%, у вас есть Яндекс, у вас есть Контакты, у вас Одноклассники и так далее. Это крупные платформы, которые были разработаны здесь, в России, к которым подключаются люди. Если вы посмотрите российский Ландштафт, то вы увидите, что совсем молодые ребята пользуются «Контактам», многие пользуются «Фейсбуком» и «Одноклассниками». У меня есть статистика на этот счет. То есть, фактически, люди всех возрастов пользуются этими платформами. А это почему? Потому что доступ к этим платформам очень недорогой, можно использовать планшеты, которые получили широкое распространение в стране и так далее. Но самое интересное, скажем, это пример с парком имени Горького, то есть, использование бесплатного Wi-Fi там. Это очень важный аспект инфраструктуры. То есть, покупать теперь компьютеры и планшеты перестали быть дорогостоящими девайсами. И когда мы говорим о арт-квартале, мы говорим о конкретной группе людей, то есть, это инноваторы, люди, которые пионеры, что ли, люди готовы пользоваться и внедрять новые технологии гораздо раньше, чем другие. И я думаю, что арт-квартал станет важным инкубатором для всех районов, других районов Москвы. А что касается фонансирования этого проекта, это тоже связано с вами, вы говорите о том, что креативщики или люди, ребята ленивые и так далее, но, но когда мы говорим о художниках, о богеме, то есть, мы привыкли к тому, что художники встают поздно, долго-долго пьют чай, там, капучино, или кофе, капучино и так далее и тому подобное. Но давайте посмотрим на экономическое обоснование этого проекта. Платформа заработала в 2010 году в Нью-Йорке финансирование поступило из частного сектора. То есть, эти люди решили не ждать решения правительства, просто стали заниматься реализацией проекта. За два года эта платформа профинансировала, по этой платформе было профинансировано 74 тысячи проектов. На это ушло 18 миллионов долларов. Но речь идет только о американском и английском рамках. речь идет не только о том, что 5% этого финансирования сосредоточено в нижней части Монхэнна, потому что там расположена компания, но все креативные проекты финансируются таким образом. Раньше это было просто невозможно. То есть, один из крупнейших в финансовом плане проекта является e-paper. На этот проект было привлечено 10 миллионов долларов без государственных капиталовложений. Это тоже связано с экономическим обоснованием проекта. То есть, составление генплана, то есть, а для этого требуется привлечь население, общественность, плюс применение цифровых платформ и физических реальных платформ. Еще целый масс вопросов. Пожалуйста. Дама. Я тоже отношусь к классу креативщиков, но я сегодня утром встал в 6 часов и начал свой день отнюдь низкой кучино. Я знаю, что многие из проектов разрабатываются так называемым богемным обществом. Но, как известно, богемное общество делает так или поступает так, как считает нужным. Я хотел бы узнать у Сергея и у вас, каким образом вы хотите привлечь население или общественность к реализации этого проекта с помощью социальных сетей или еще как-то. Может быть, вы расскажете нам это? Какие способы, какие формы у вас в этом плане есть для того, чтобы привлечь население? С тем, чтобы все это можно было зафиксировать в экономическом обосновании проекта. То есть, какие формы, какие пути, способы, средства у вас имеются для привлечения общественности к реализации этого проекта? Сергей, вам словом, наверное, вы первые ответите. Я могу поделиться нашим опытом реальным. По сути дела, мне кажется, в проекте Арт-квартала принципиально, чтобы и в мастер-плане, и во всех наших движениях мы создавали некую структуру, некую матрицу, которая заполняется уже, по сути, инициативами людей. Вот это очень важно, это принципиально. То есть, инициатива, она всегда есть. Нужно создать для нее место и посмотреть, что из нее получится. Вот таков мой ответ. Я хочу внести свой вклад, рассказать несколько предложений. Идея заключается в том, что Арт-квартал является, прежде всего, это бренд, это то, что описывает некую территорию, и на этой территории мы хотим поддерживать не просто существующие творческие индустрии, но привлекать и новые индустрии, и это не традиционный мастер-план. Это не мастер-план, где архитектор сидит в другом городе, рисует красивые домики, а потом кто-то другой их строит, и все прекрасно. Нет. Здесь это некая инициатива, которая имеет в себе пространственный и внепространственный компоненты. Пространственный компонент мы имеем экспертов, которые будут создавать город с лучшей транспортной инфраструктурой, жилой инфраструктурой, рабочей инфраструктурой, но как часть другой непространственной плоскости имеется также новый план. И вот в плане этого развития мы должны убедиться в том, что там будут некие инструменты, которые позволят нам предоставлять доступ к существующим бизнесам и потенциальным новым бизнесам. Таким образом, мы хотим иметь возможность и позволять людям приходить в арт-квартал. И я позволяю, мы должны иметь некий совет, где мы сможем обсуждать управлением этим райом. То есть, некая структура должна быть основана, которая будет поддерживать создание новых бизнесов, поддержки новых существующих бизнесов и даже делать следующий шаг на новый уровень профессионализма. Таким образом, мы уже обладаем определенным опытом в этой области в нашей команде и мы будем предлагать систему управления районом, которая будет позволять на профессиональном уровне создавать платформу, где люди, общественность сможет участвовать. Это означает, что будет то, что я называл раньше, некое посольство, которое будет физическим местом, куда вы сможете приходить, получить информацию, каким образом вы можете создавать долгосрочно развивающееся пространство. И это то, что должно происходить в арт-квартале. Будет доступна информация к источникам правительственной поддержки, будут инкубаторы, которые будут позволять вам получать доступ к людям, которые знают больше о том, как можно получить доступ к капиталу и инвестициям. То есть, мы рассматриваем это как создание не просто некого физического пространства, но некой бизнес-среды, которая позволяет людям приходить и начинать действовать, стать частью нового двигателя, экономического двигателя. И это является частью планирования мастер-плана. То есть, мастер-план здесь обозначает как физический мастер-план, и также девелоперский мастер-план. И это абсолютно важно, иметь эти два командира, потому что то, что является важным о креативной индустрии. Вы не можете нарисовать все это на плане и ожидать, что все это произойдет. Очень многие факторы будут происходить кинетически, динамически. Мы должны создать некую платформу, и мы должны сказать, что качеством этого места будет новая культура мобильности, новые места, но также там будет присутствовать динамическая система, которая позволяет людям работать там, где они хотят, и мы будем создавать среду, где люди смогут разрабатывать и более крупные и мелкие организации, они все смогут работать совместно. То есть, я слышу, то, о чем вы говорите, это будет являться важной частью того, что мы будем создавать, и мы привлекаем, мы приветствуем и ваше участие в формировании этого общества. Еще вопросы есть? Спасибо. Да. Встаньте и, пожалуйста, говорите микрофон, чтобы перевести могли ваш вопрос. Если в России аналогичные примеры Google, когда при достаточно жесткой системе управления и маркетинга внутри компании создана очень креативная атмосфера, которая напрямую влияет на конкурентное преимущество компании и на то, какое количество денег люди приносят этой компании. То есть, соответственно, прямая капитализация вот всего этого креативного замечательного процесса. Я, наверное, все-таки не специалист по крупному российскому бизнесу, как-то больше разбираюсь в творческих кластерах, поэтому, наверное, не смогу ответить на ваш вопрос. То, что в маленьких компаниях это есть, это точно. Вот в маленьких и растущих, вот крупных не смогу назвать. То есть, в крупных компаниях вы такого не встречали? Я такого бы не встречал, да. Ну, да, кстати, может быть, Яндекс примером действительно подсказывают. Да, вполне возможно. Я не уверен, что я полностью понял язык вопроса, но мы верим в то, что частью арт-квартала должен быть тот факт, что мы через физическое планирование создадим возможность кластеризации бизнеса, кластеризации по типам организаций, например, как арт-квартал, винт-завод или новые кварталы будут создаваться, которые будут обладать доступом к новым моделям развития, базирующимся на новых путях, которые приветствуют субсидии для развития подобных бизнесов, потому что мы хорошо понимаем этот кластер. Если он будет генерировать хорошую базовую среду, то внезапно он будет создавать некую динамически развивающую среду, которая будет влиять на всех игроков этого кластера и будут разрабатываться новые модели, которые будут позволять новым моделям выходить на сцену и находить поддержку на ранних этапах собственного бизнес-роста. Капитализировать возможности креативной среды непосредственно от креативных людей в бизнес. Капитализировать непосредственно... Да, есть прямые последствия с точки зрения того, что мы верим, что есть прямая связь между город для всех и город для каждого и креативным сектом. Мы верим в то, что взаимоотношение между этими двумя направлениями должно быть симбиозом, и в этом-то и суть нашего проекта, мы там все сказали, что регенерирование города требует целого ряда таких динамомашин. Не нужно перенаправлять приоритеты, потому что уже существующая инфраструктура, она есть в наших районах и в наших городах, но она может подвести нас к новому уровню, и эта креативная индустрия может стать динамомашиней нового регенирования городов. Это уже было доказано в многих городах, я не имею конкретных опытов в России, но это было доказано во многих странах мира, где креативные секторы сегодня привносят и является важным компонентом городской экономики. Они влияют на сервисную индустрию, на другие городские службы и другие бизнесы, которые получают преимущество от работы креативного сервиса. Таким образом, обратная связь, которую мы получаем сегодня, есть прямая взаимосвязь. Это больше, чем просто какой-то финансовый вклад творческих участников, но мы приветствуем ваше участие в дальнейшем диалоге для того, чтобы более глубоко понять ваши вопросы в более деталях. Да. Дело в том, что основа уравнения заключается в том, что это некий рай для тех, кто не хочет платить за аренду. Мы верим, что в этой части Москвы, как и в любой другой части Москвы, требуется здоровая экономика, чтобы в конце концов, естественно, будет большой процент организаций, которые платят рыночную арендную плату. Но мы также осознаем то, что 90% бизнеса в этой области могут пользоваться преимуществами присутствия других организаций, которые находятся в прямой близости к ним, которые создают новый стиль жизни, другую культурную динамику, и мы верим в то, что... Но есть новые модели, уже подтвержденные модели, когда можно создавать системы, где часть аренды может субсидироваться на определенный период времени, может быть краткосрочный, может быть более краткосрочный период времени, и есть целый ряд подобных моделей. Мы пока на данный момент не являемся экспертами по московскому рынку, но наша девелоперская команда уже рассматривает этот процесс, поэтому часть планирования разработать первичный план, о котором я говорил изначально, и в рамках этого плана мы будем обсуждать потенциальную модель того, как креативная индустрия может быть там основана, и это также привлечет потенциальный вклад со стороны организаций, которые будут приглашать бизнесы, которые изначально требуют поддержки. Мартин, пожалуйста. Я хотел бы кое-что добавить к вам. Есть также и психологический аспект платы аренды. Если вы являетесь юридической фирмой, ваш основной бизнес это юриспруденция, но это также сервис людям. Поэтому, когда вы смотрите на свои балансовые ведомости, вы тратите много денег на аренду, это очень четко оправдываемо, потому что вы хотите привлечь хороший персонал, чтобы работал в вашем хорошем офисе, и вы хотите, чтобы ваши клиенты думали о вас как об уважаемой компании. Может быть, это то же самое, что касается аренды, но когда мы посмотрим на креативный сектор, если посмотрим на наш баланс в ведомости, и мы видим, что мы платим большую аренду, мы видим это как область, где мы можем урезать наши бизнесы, потому что деньги, потому что мы сможем тратить больше усилий на основной бизнес. И многие клиенты обнаружили, что здание, он в этом здании не может платить премиумный рент, и человек зарабатывает больше денег, если он выставляет меньше арендную плату, но больше за инфраструктурные услуги, которые он предоставляет здание. Например, если я маленькое креативное агентство, один-два человека работают в моей компании, я не могу позволить себе самый быстрый, большой, надежный цифровой офис с цифровым интернетом, но владелец этого здания может, и он может сдать это мне в аренду. Таким образом, вы должны искать новые модели, посмотрите на приоритеты малого бизнеса, и было бы правильно инвестировать в ваш основной бизнес. Но если посмотрите на свою балансовую ведомость, если ваш основной бизнес, только 50% требует ваших инвестиций, а следующие 30% идут владельцу, вы можете принимать другое решение. Поэтому суть не в том, мы не говорим, что творческие люди, творческие интеллигенции это бедные люди, нет, они зарабатывают на другом, и у них другие решения, которые они принимают. И есть много таких подобных примен. Спасибо, Мартин, за ваш комментарий. И важной частью того коллективного брифа, который мы создаем, это то, что мы работаем с экспертами креативной индустрии, для того, чтобы просканировать эту креативную индустрию, из чего она состоит, и мы вырабатываем требования для различных секторов, которые рассматриваются как креативные индустрии, и мы пытаемся понять их нужды, пространственные нужды, какие помещения им нужды, и какая инфраструктура им необходима. Таким образом, это является очень важным аспектом мастер-плана, для того, чтобы понять различные индустрии и в какой поддержке они нуждаются. Я надеюсь, это ответило на ваш вопрос. Есть ли еще вопросы? Девушка слева, пожалуйста. Меня зовут Ольга Зиновь из МГУ и Российского научного фестиваля. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за очень интересную дискуссию, за великолепную панель экспертов, и вы подняли вопросы, которые всем нам понятны, и открытые пространства, и трафик, и софт-коммуникации. Мой вопрос в рамках истории потому что я принадлежу тому племени, которое любит критиковать то, что делают архитектуры правительства, и мой вопрос простой. Можете ли привести нам хорошие примеры подобных проектов ар-кварталу, похожие как Ред Октобер или другие? Я бы с радостью услышала подобные позитивные примеры, и как они повлияли на город. Спасибо. Мартин, пожалуйста. Я думаю, это великолепный вопрос, потому что с одной стороны, это очень просто поговорить о какой-то области, привлечь к ней много внимания, много энтузиазма, и поднять ценность недвижимости. Но я полагаю, что ваш вопрос, каким образом это помогает моему городу? Делает ли это мой город лучшим местом для жизни? Это то, над чем мы постоянно думаем. Это было достигнуто во многих местах. И первое, что мне приходит на ум, это вот на севере Манчестера, где, несмотря на добавленную деятельность креативного сектора, это привнесло очень серьезный вклад в развитие этого квартала. И уровень аренды там все еще приемлемый, и пространство все еще доступно, и в этом городе городское правительство помогло создать новые области для бизнеса. То есть они привлекли много денег для того, чтобы люди приходили в эти области. То есть это очень интересный фактор. Мы должны работать вместе с московским правительством, чтобы арт-квартал оставался частью Москвы, а не неким отделенным, сепарированным островом, выпадающим из этой картинки. Иначе у вас будет такое отделение. Но это не является целью нашего проекта. Я, кстати, хотел бы также ворваться в эту дискуссию. Мы верим в город как некий организм, который иногда сживается, иногда расширяется, но никогда не является одним и тем же. Город это динамически изменяющаяся среда, и мы абсолютно понимаем тот факт, что та работа, которую мы делаем в арт-квартале, приведет к определенного рода изменениям. И для меня я могу вдохновиться несколькими городами. Естественно, мы не заинтересованы в создании такого творческого района, и через 10 лет мы найдем, увидим, что все выехали, потому что люди не могут позволить существовать в этой среде, потому что там так дорого. Поэтому мы говорим об области в 370 гектаров. Мы говорим о значительном районе города Москвы. И я считаю, что существует великолепная возможность разработки новых инструментов, которые позволят нам создать новые динамические процессы, трансформации и создание новых возможностей для бизнесов, которые будут там находиться. То есть мы рассматриваем это как некую кинетическую среду, где люди и бизнесы будут двигаться и будет разработан целый ряд политик. Давайте посмотрим на Данию, на Париж. У них есть целый ряд политик, которые возлагают ограничения на розничный сектор. То есть есть, например, политика, которая говорит, что в городской среде розница должна только быть уличной розницей, она должна быть только определенного размера, и они должны действовать по контролируемым механизмам, которые убеждаются в том, что маленькие бизнесы могут сосуществовать с крупными бизнесами, они будут заменены полностью национальными сетями. В Париже имеется точно такая же структура по продаже книг и так далее. И есть много примеров на уровне политики, как мы можем работать здравомысленно. И этот проект также проект партнерства частного и государственного сектора, потому что мы верим в то, что мы можем создавать новые модели, которые позволят нам управлять новым путем для сохранения такой творческой деятельности. Поэтому мы заинтересованы в создании новой модели. Да, мы также хотим привлечь и людей, которые платят арендную плату, но мы понимаем, что должен быть некий симбиоз между ними и естественным. Прежде всего, мы направлены на активный класс. Поэтому мы верим в то, что это то, что приведет к определенным последствиям, городской мифологии и кластеры являются великолепной возможностью рассматривать эти подходы. Но мы верим в то, что город каждое утро будет отличаться от предыдущего. И если мы посмотрим на долгосрочную траекторию, она направлена в позитивном направлении. Город не просто для выживания, но город для приятной жизни. Еще один вопрос. Есть вопрос. Спасибо вам большое, прежде всего, за интересную очень тему. я Игорь Маркин, руководитель Института велотранспорта. Меня очень заинтересовала эта тема, прежде всего, благодаря тому, что здесь ставится вопрос именно о мобильности населения без участия магистральных путей сообщений, то есть использования локальных видов транспорта. Но вопрос мой такого плана. Ваш проект это инициатива коммерческая, прежде всего, то есть он задуман как коммерческий проект с максимальным привлечением общественности и желанием привлечь общественность к активному содействию. Или это инициатива общественная, то есть может быть руководители каких-то компаний, которые в виде ситуации решили свои усилия сонаправить в таком благородном деле. И сейчас такой общественный проект пытается подвести некую экономическую составляющую под это и найти соинвесторов и договориться с правительством. То есть какова изначальная посыл этого проекта? Потому что это было бы интересно нам для того, чтобы формировать новые проекты на территории Москвы и в других городах. Спасибо. Прежде всего это проект социальная инициатива ряда бизнесов, которые находятся на этой территории. И в принципе по отдельности там, например, наш бизнес ощущает себя довольно неплохо, но нас не устраивает среда, в которой мы находимся и хочется ее улучшить. Поэтому прежде всего социальный. это не черно-белая картинка. Мы считаем, что район, где будут располагаться креоактивные индустрии, будет способствовать регенерации района. И, конечно, к креативным индустриям требуется доступ к источникам капитала, то есть к наличным деньгам, к реальным деньгам. И, безусловно, рассчитывать на поступление денег из государственного сектора нельзя, но мы считаем, что этот район, эта область зависит и от преобразований в городской инфраструктуре. Здесь будет участвовать уже городское правительство, то есть это сложная такая комплексная система, которые задействованы как частные, так и государственные образования, то есть они должны собраться за столом, обсудить вопросы эволюции района, уточнить источники поступления денег, уточнить сроки проведения преобразований, но мы уже приступили к этому процессу, и инициатива принадлежит союзу креативных территорий, в которой задействованы как представители бизнеса, так и представители социальной сферы, то есть на данный момент идет переговорный процесс с участием этих представителей, это не отрицательный момент, мы очень рады этому диалогу, этот диалог мы рассчитываем, даст нам ответы на вопросы, это станет экономическим эффектом для самого региона, для качественных параметров, улучшения качественных параметров этого региона, в мире применяется целая масса моделей, и мы только приступили к этому процессу, то есть я хотел бы добавить кое-что, как я полагаю, это, конечно, сфера услуг, креативщики и так далее, здесь нужно найти какой-то баланс между ними, если вы работаете в бизнесе, то главная идея заключается в том, чтобы заработать деньги, это вас будет радовать, то есть вы зарабатываете деньги, и эти деньги вы распределяете среди тех, кто дал вам возможность заработать эти деньги, то есть вот таким образом устанавливается этот баланс, но сейчас ситуация в социальной сфере несколько другая, нужно, конечно, там зарабатывать деньги, но баланс там несколько другой, радость человеку приносит не только получение денег, здесь речь идет о макро масштабах, то есть здесь нужно участие и государственных органов, поскольку это сложный, а жизнь человека это всегда жизнь сложная, многогранная, то есть мы должны избегать такой ситуации, когда когда государственные органы занимаются всеми этими вопросами строго прагматически устраняя человеческие эмоции из реализации такого рода проектов. Нет, современная жизнь сложная жизнь, речь не идет о радикальных коренных решениях, которые позволяют решить все. Мы не лечим здесь рак, но у нас нет панацеи от всех этих проблем, но мы можем найти пути решения хронических проблем. Но для этого нужно идти по пути решения сложных проблем. Вот с чем сталкивается большинство городских администраций. Я хотел бы подвести итоги. Вчера мы многое слышали о так называемом генеральном плане строительства Москвы. Мы слышали о том, как строится реализация этого плана снизу вверх, то есть управление исчисляется наверху, а сами планы и реализация этих планов происходит внизу. То есть генеральный план это что-то такое среднее между ними, объединяющим вверх вверх. В Москве где-то 87 гектаров площади будет застроено, и этот проект будет связан с другими проектами, другими словами, мы можем получить хорошие экономически обоснованные цели, и мы хотели бы конкретизировать это плана. Нам нужно посмотреть, как будут застраиваться эти пространства, где будут пролегать бульвары, где будут проходить транспортные артерии и так далее. Именно в этом заключается идея генерального плана в отношении застройки арт-квартала. То есть это будет свое родо надстройка. Надстройка должна обеспечивать благоприятные условия для участия креативных слоев населения в нем. То есть генеральный план, генплан это сочетание частных индивидуальных социальных грез, планов, чаяний, а с другой стороны амбиции государства, ключевые производственные показатели потребности города и так далее. Вот точка соприкосновения всех этих моментов, где они сливаются воедино. как бы. Итак, отлично. Мы несколько пересидели здесь. Я думаю, что уже пора пообедать. Спасибо, что вас пришло так много сегодня. Я рад видеть все ваши лица. артквартал.org и мы хотели бы, чтобы этот процесс приобрел динамический характер и вы в будущем тоже к нему присоединились. Большое спасибо. Спасибо.